Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство «Недвижность Титул». Сейчас я вам покажу дом, где ниже в описании. Обязательно укажу его с Томой, всеобщую площадь и количество земли. Сам дом находится в Краснодарский край, город Хадыжинск. Смотрим. Друзья, вот хочу вам показать вот такой деревянный домик, обшит сайдингом. Досмотрите этот ролик до конца. Почему? Потому что у него есть гараж, кухня, две спальни, туалет, ванна. В принципе, все, что необходимо вам тут, друзья, все есть. И теперь самое главное, друзья, хочу вам показать, чтобы вы понимали. Вот у нас улица тупиковая. Кто хотел тупиковую улицу, получайте. У нас получается заезд с этой стороны. И здесь, кроме вас, никто не живет. И самое главное, смотрите, хочу вам показать вот такую красоту. Конечно, тут направление до речки где-то полкилометра идти. Ну, чтобы вы понимали, смотрите, вот она поляна. Много людей говорят, это не лес, это просто лесополоса. Ну, смотрите, друзья, какая тут красота. Пожалуйста, эта территория, в принципе, будет... Не говорю, что прям ваша собственность, но, по крайней мере, по крайней мере, в эту красоту будете видеть. Друзья, смотрите, еще раз напоминаю, что в этом доме прихожая, кухня, котельная, туалет, ванна отдельно. Отдельно гостиная, две спальни, баня, тротуарная плитка, гараж, теплица с поликарбоната. Так, что у нас? Да и хозпостройки, и курятник, и так далее. Смотрите, вот он у нас вот такой красавец. Кровля у нас металлопрофиль. Как я говорил, дом деревянный, обшит сайдингом. Монолитный фундамент, который вот отделали вот таким камнем, реально симпатично смотрится. Мы видим с вами тротуарная плитка полностью. Очень широкий фасад. У нас калитка даже с той стороны, с этой стороны. Так, мы в гараж, я думаю, попозже зайдем. Давайте сейчас покажу вам баню и хозпостройки, чтобы понимали. Это все, вот это относится вот именно к этому дому. Тут мы видим орех, фундук. Кстати, калитка тоже с этой стороны есть, если надо. Вольер для собаки. Смотрите, в этой части у нас, ну получается, как сарай, капитальный, хороший. Можете под что угодно его использовать. С этой стороны вот такой навесик. Кстати, друзья, обратите внимание, тротуарная плитка везде. Пожалуйста, чистенько будет всегда. В этой части курятник. Это помещение для курей, друзья. Вот у нас такой навесик тоже для курей. Выгул. Три курочки и петух. Теперь смотрите, друзья, банька. Смотрите, какая банька. У нас, как бы, я не знаю, предбанник. Вот так мы его назовем с тобой. С вами, вернее. Как бы сам с собой разговариваю. Здесь центральный водопровод, накопитель. Здесь плитка. И смотрите, сама баня. В этой части печка. С камушками. И, пожалуйста, скажу так, от трех до четырех человек смело поместится. Можно даже больше, если захотите. Банька. Что еще для счастья надо? На самом деле, очень хорошо. У меня много подписчиков, прям, знаете, пишут и говорят, Николай, нам нужен дом. И самое главное, чтобы баня была. Друзья, вот она баня. Кстати, с этой стороны смотрите, как она отделана, пожалуйста. Вот все гармонично смотрится. А вот теперь смотрим с вами участок. Ну, по поводу плодовых деревьев. Их не так много, друзья, но они есть. Ну, в этой стороне мы видим с вами виноградник, там орех. Вот мы видим небольшую яблоню. Так, ну, это у нас огурцы, помидоры, вишня. Уже орех от соседей. Слива. Теплица с поликарбонат. И, пожалуйста, вишня. Это есть. Ну, вот такая тепличка, пусть она небольшая будет. Ну, друзья, для себя абсолютно это хватит. И вот, кстати, вот вы можете оценить кровлю. Она металлопрофиль, как говорил. Ну, в доме, на самом деле, друзья, дом, дом, на самом деле, полностью с ремонтом, полностью. Так, господи, что ж ты, камера не хочет двигаться, как нормально. Скажу так, вот зайти и жить можно. Кстати, так, друзья, давайте сейчас покажу вам гараж. Гараж у нас тут есть. Так, вот он гаражик. Ну, смотрите, гараж, тут только легковой автомобиль поместится. Мой автомобиль не поместится. Вон, видите, уже урожай картошку собрали. Гараж, ну, скажу так, в длину где-то метров 5, это минимум. Ширину, сейчас, секундочку, в ширину, в ширину, друзья. Ну, где-то 3 метра однозначно. Ну, и высота потолка вот так. Гараж полностью кирпичный. И давайте сейчас зайдем в дом внутри. Кстати, вот зона у нас отдыха. Здесь тоже водопровод выведен. Холодная вода, я имею в виду. Тоже тротуарная плитка. Вот так виноград у нас выглядит. В этой части забор. Ну, и электрический счетчик. Давайте сейчас дом посмотрим с вами внутри. Ну, и зашли с вами в домик. С этой стороны, ну, давайте такая маленькая прихожка. С этой стороны мы можем бобовницу поставить. С этой стороны вы можете вещи повесить. Здесь отделан пластик. Кстати, давайте вот так свет включим. Пластик, пластиковая дверь. И самое главное, вот так вам сейчас закрою. Мы видим с вами вот такую дверь. В этой части располагается у нас сама кухня. Вот этот кухонный гарнитур, который вы видите, он остается. Мы видим с вами газовую колонку, газовый котел. На полу плитка. Я думаю, вам это видно. Именно где вот сам кухонный гарнитур. А вот если брать, вот тут уже линолеум. Везде стяжка. Стены отделаны. Так, это пластик, друзья. Это пластик. Ну, и потолок тоже пластик. Так, ну, кстати, плита тут очень хорошая. Прям видно. И кухонный гарнитур тоже. Дальше. Вот у нас двор на улицу. Это уже соседи, друзья. Это соседи. Вот уличный туалет. Ну, в основном люди пользуются именно вот с той стороны вход. Так, давайте вот так покажу вам. И вот такая металлическая дверь. Здесь тоже, вот, друзья, пластиком все отделано. Это у нас ванная комната. Мы видим раковину. Ванную. Ну, ванная, скажу так, она как душевая, друзья. Она не сильно большая. Но здесь все вот видно. Это плитка. Все в плитке отделано. Вот то же самое. Так, давайте вот так потолок, кстати. А где тут у нас свет? Сейчас, сейчас, сейчас. Подождите. Сейчас я включу свет. О, да будет свет, сказал мальчик. О, друзья, я думаю, вам это видно и понятно. Так, здесь мы с вами оценили. Дальше. Ну, здесь вот такой холл. Я не знаю, как его правильно назвать. Видно, что большое окно. Потолок тоже пластиком отделан. Кондиционер. Стены, обои. На полу у нас линолеум. Тут понятно. Переходим с вами, как бы, туалет. Смотрите, вот здесь у нас располагается туалет. Здесь тоже пластиком все отделано. Так, давайте так дверь закрою, чтобы вам было все понятно видно. А здесь, друзья, знаете, как можно типа гардеробная сделать. Можете здесь установить какой-то шкаф, все что угодно. В принципе, место позволяет. Здесь мы тоже оценили. И давайте сейчас мы перейдем с вами в сам дом. Вот у нас по планировке, как я его называю, кубанец. Ну, на самом деле, внутри дома очень приятно. По крайней мере, для меня. Смотрите, потолок выглядит вот так. У нас светильники. Посередине люстра. В этой части получается, как телевизор. Кстати, частично мебель остается в доме. Уже с хозяевами поговорите, пообщайтесь. То есть, 100% кухонная гарнитура остается. Диван. Здесь у нас с вами уже ламинат, не линолеум. С этой стороны у нас первая спальня. Ну, в принципе, можно поместить двуспальную кровать смело, если ее развернуть с этой стороны. Обои, потолок, пластиковое окно, радиаторы. Все есть, друзья. Все абсолютно есть. Так, давай по поводу... Давайте по поводу дверей. Что-то я как-то сам с собой разговариваю. Говорю, давай, давай. Так, дверь закрывается. Кстати, здесь тоже дверь закрывается. Давайте сейчас закроем. Ага, дверь чуть-чуть наоборот. Отлично. Тут понятно. Теперь смотрим с вами вот эту спаленку. Она уже, конечно, поменьше. Здесь тоже на полу ламинат. Вот такие обои. Пластиковое окно, которое, кстати, открывается. Радиаторы. Отопление здесь по трубам. И потолок, видно, поклеены обои. Ну, и, кстати, тоже двери стоят, друзья. Сейчас давайте вот так вот это уберу. И сейчас мы закроем. И, ага, ну, тут чуть-чуть надо будет подправить. Чуть-чуть не закрывается. Да, не буду ломать. Давайте повесим обратно, чтобы понимали. Ну, и, друзья, я не знаю, можно ее гостиная назвать, можно спальню, все что угодно. Два окна. Это глухое, это на открывание. Видно, что два радиатора. На полу то же самое ламинат. В этой части комнаты у нас натяжной потолок. Так, обои вот такого цвета, друзья. И дверь тоже самая, смотрите, она закрывается. Давайте сейчас посмотрим. Принц, о, ну, почти закрылось. Что-то мешает, не могу понять, что. Но это уже надо отрегулировать. Ну, радуюсь, что уже здесь дверь есть. Вот так это все выглядит, друзья. Друзья, смотрите. Напоминаю, что дом находится Краснодарский край, город Хадыжинск. Ниже в описании обязательно укажу и общую площадь дома, участка и, конечно, стоимость самого дома. Будут вопросы по этому дому, можете мне звонить, писать. Мой номер телефона указан ниже в описании. Также задаем вопросы в комментариях. Буду в ближайшее время на них отвечать. Ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков, агентство недвижимости ТИТУ. Пока-пока.